Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами рассматривали вот эту, как ее окрестили, загадочную смерть. Школьница, которая ездила в Екатеринбург поступать в колледж, возвращалась поздно одна, в Каменск-Уральский. Приехала на ЖД-вокзал, шла через лесопарковую зону и, собственно говоря, написала пост, хотелось бы дойти до дома, не насилуйте, не убивайте меня, и нашли ее в яме. Мы говорили с вами о том, что ее никто не встретил, но оказалось, что она никому и не говорила, что она туда поехала. Вернулась она, естественно, поздно. Много разных версий сейчас ходит, что ее кто-то встретил, караулил. На камере видеонаблюдения, которая была опубликована в СМИ, видно, что пробегает мужчина. Не знаю, бегают ли в это время, 12 ночи почти. Также пишут в комментариях, что по противоположной стороне едет машина. То есть, наверное, можно установить тех, кто в ней находился. Она проходила мимо кафе Арарат, которая в этот день не работает. Но я зашел, так просто посмотреть, написано, работаем каждый день. Не знаю, почему не работала в этот день. Наверное, тоже это можно установить. Все дело в том, что телеграм-канал Мэш публиковал видео. Видео, которое сняла сама школьница. Это последнее видео перед тем, как она зайдет в лес. И, собственно говоря, с ней что-то случится в этом лесу. Давайте посмотрим. Вот, друзья, вы слышали сами. Это ее голос. Это вот непосредственно уже, если посмотреть по карте, это начало лесопарковой зоны. То есть, дальше уже не так далеко, собственно говоря, произойдет нечто, что лишит ее жизни. Или, собственно говоря, или ей плохо стало, или что-то еще. Что я отмечаю? Я отмечаю, что, во-первых, конечно, она, выйдя из электрички, пишет о смерти. Хотелось бы хотя бы в этот раз дойти до дома. Дорогие каменцы, рада быть на вашей земле. Ну, в шутку она пишет, на день уезжала. Не насилуйте, не убивайте. Хотелось бы дойти до дома. Одно. В соло она пишет, соло. Потребляя такое слово. Проходя некоторое количество времени, у кафе Арарат, она встречает собаку. И вдруг она говорит, вот и смерть моя пришла. Вот смерть моя и настала, она говорит. Меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня? Иди сюда. Ну, собака, иди сюда. Почему такое... Какое-то просто непонятное абсолютно ощущение, смерти. Я обратил внимание, что, если послушать запись, вот можете послушать еще раз. Может быть, кто-то уже видел, кстати говоря, ее. Наверняка. Я обратил внимание, что она очень так, знаете, говорит немножко как-то так, ну, странновато. Мне показалось. Как будто вот действительно что-то вот... Может быть, она просто запыхалась. Может быть, она боится. Ощущение такое, что как будто она... Ну, вот немножко с придыханием таким, знаете, вот это вот... Подростки бывают, так раз говорят, в принципе. Но здесь такое ощущение, что как-то вот она либо боится, либо она действительно под чем-то находится. Я не знаю. Но вот такое ощущение есть, что что-то она как-то странно говорит. Вот. И, конечно, поражает вот это ощущение смерти. То есть, вот она заходит в лес. Перед этим она говорит, вот смерть моя и настала. Меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня. Иди сюда, ну, собака, иди сюда. А до этого она говорит, дорогие каменьцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле. Но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется идти до дома. Так что прошу меня не убивать и не насиловать. Я хочу дойти до дома, по крайней мере, сегодня. Вы знаете, друзья, конечно, это очень странно. Сейчас многие пишут, что что, развели странность, не странность. Дождитесь экспертизы, и все будет понятно. Отец говорит, что... Отец в другом городе проживал. Еще раз скажу, родители даже не знали, что она поехала. Единственная, конечно, странность в том, что они не знали абсолютно. И мать вроде как чуть ли не на следующий день вечером только заявила о ее пропаже. Там какие-то тоже есть странности. Но, друзья, конечно, это интересный момент. Трагический. Я соболезную, конечно, выражаю соболезнования всем родным, близким, друзьям. Но это действительно странно. Это действительно странно. Понятно, что если ехать, ну, пусть 2-3 часа, я не знаю, сколько ехать там, если она села на электричку, допустим, в 9 вечера пусть, да, то колледж не работает до 9 часов вечера явно. Значит, она в Екатеринбурге могла гулять. Могла она, поступив, скажем так, туда. Я часто читал, что отец говорит, что она там говорила про работу, то есть она хотела там работать еще, устроиться. На работе, новое учебное заведение, город. Она могла с кем-то познакомиться, с кем-то проводить время с какой-то компанией. Потом, собственно говоря, сесть на последнюю электричку. Ну, то есть, чтобы вообще приехать домой, вернуться, да. Здесь можно все предполагать. Ей действительно могло стать плохо. Она могла что-то употребить в Екатеринбурге, например, да. И, приехав, вот это ощущение вот этой смерти, ну, просто вот как прийти на уланах себе, что ли, его, я не знаю. Могла она ничего не употреблять. Могло действительно с ней что-то случиться. Правоохранительные органы говорят, что криминала нет. То есть, насильственных следов нет, этого нет, всего нет. Ну, наверное, если телефон нашли, не так сложно установить. Местонахождение телефона по биллингу. В любом случае, телефон-то же можно установить, где находится, наверное. И, собственно говоря, установить людей, которые были в машине, которые вот на камере, бегуна этого, людей, которые ехали на последней электричке опросить, как она себя вела. Может, ее рвало, не рвало. То, ходила ли она по вагонам, не ходила. То есть, посмотреть камеры, в конце концов, на ЖД-станцию в Екатеринбурге, когда она садилась. Одна она была, когда она садилась. Не одна она была. Провожал ее кто-то, не провожал ее кто-то. Как она заходила, какая у нее походка. То есть, тут достаточно много, я думаю, прохладительные органы действительно это все исследуют. И специальных, скажем так, сил и средств, ну, выше крыши. Установить время смерти. Там-то не работающий кафе «Арарат». Ну, работает каждый день. Ну, может быть, здесь какие-то тоже моменты, почему оно в этот день было закрыто. Может быть, был какой-то корпоративный мероприятие. Может быть, уже поздно. И кафе не работает в столь позднее время. Может быть, там были какие-то уважаемые гости, скажем так, которые выкупили это кафе, например, на этот день и ночь. Неизвестно, почему она это делает. Вы знаете, у меня складывается ощущение, лично у меня, как будто она ведет эту видеосъемку, как фиксацию чего-то. Вот понимаете, человек, который идет, он будет идти, понимая, что ему нужно дойти. И идти в это время, в 12 часов ночи, и снимать собак, снимать вот это все, это очень странно. Либо реально надо под чем-то находиться, чтобы все это делать, либо делать это в качестве фиксации, понимая, что если с тобой что-то случится, это все останется у тебя в телефоне. Вроде как я прочитал, что вот этот телеграм-канал у нее, который ее, там вроде как пропали все эти видео. Я не знаю, правда это или нет, но я так прочитал. Я сегодня пытался найти ее личный телеграм-канал, я так не нашел его. То есть, наверное, в интерес, ну не знаю, чтобы пропали видео, если это так, надо, чтобы доступ к телефону был. А если они пропали, ну на них могло быть что-то, например, она после собаки же тоже шла, она могла снять кого-то, кого она встретила, допустим, допустим, или что-то еще. Но у меня почему-то ощущение, что не просто так. Ну, может быть, это просто ощущение. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях, может быть, как вы слышите ее голос. Что вы думаете по этому поводу, как вот это вот можно объяснить? С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Однозначно я могу сказать одно, что в наше время, да и не в наше время, встречайте детей, смотрите в их социальные сети, читайте их сообщения. Это не нарушение личного пространства. Сейчас такое время, что лучше нарушить лишний раз это личное пространство, но ребенок не попадет в неприятности или, не дай бог, лишится жизни. Это понятно, что все взрослые работают, понятно, что не всегда хватает времени, ребенок с кем-то играет во дворе, бегает, какие-то друзья по школе. Нужно знать, что за друзья, какие родители у друзей, кто где работает, созваниваться иногда, знать круг общения. Если это какое-то мероприятие, ребенок выезжает, понимать, во сколько он приехал, во сколько он уедет, где у него телефон, чтобы можно было делать биллинг впоследствии. Лучше установить программу для отслеживания местонахождения, чтобы можно было посмотреть, где находятся, есть такие программы. С ребенком это можно согласовать, объяснив ему, что с тобой может случиться все, что угодно, ты можешь задержаться, но тем не менее, значит, ты можешь, там кнопку нажимаешь, как-то соус там или что-то, можно сделать, что что-то случилось, да. Поэтому сейчас можно в конце концов даже тревожную кнопку с собой носить, подключив ее к правоохранительным органам. В случае чего ребенку достаточно нажать, и ближайший экипаж, так сказать, получит сигнал. Я читал, что и такое сейчас уже есть. Ну, друзья, успехов, здоровья, всем пока, до встречи.